Т-54 облегченный Т-54 облегченный Т-54 облегченный Получил максимально смешанный геймплей Где его трудно отнести К какому нибудь классу техники Он и не ЛТ и не ИСТ Как многие любят про него пошутить Типа ЛТ не ДСТ На самом деле где то оно так и есть Имея размеры обычной Т-54 Танк не очень любит светиться Ведь привлекая внимание врагов Которые тот час начинают живо стрелять Облад достаточно неплохо Рискует своим хп Ведь по такому большому танку Враг редко промахнется А запаса прочности у нас надолго не хватит В 1300 на 9 уровне тает как лед Говорить про бронирование для легких танков Особо не приходится Хотя облегченка на самом деле Иногда может поймать непробитие Своими широкими гуслями Или же лбом башни Как правило от стоковых Или низкоуровневых противников Да и за счет наклона брони В лбу корпуса Раз в год можно увидеть какой нибудь рикошет Так вот о чем я Имея достаточно большой корпус Во время засвета мы максимально облегчаем Противнику задачу попасть в нас Помимо этого данную машину Не назовешь самой быстрой Имея максималку вперед 69 км в час С таким корпусом Противнику прострелить в вас Достаточно простая задача Помимо этого стоит не забывать Что на полях сражений Вы будете часто встречаться С танками гораздо быстрее вас Соответственно максимально упариваться В надежде что потом убежите Не стоит Добавьте сюда еще обзор В 390 метров Что для легкого танка 9 уровня Не самый лучший показатель Ну и далеко не худший С учетом комплекса характеристик Маскировка, скорость и обзор Данный легкий танк Отлично пересвечивает Большие вражеские цели Такие как тяжи Пересвечивает некоторых СТх Ну а вот высветить Хорошую ПТ-САУ С отличной маскировкой В кустах Уже сложнее Ну а самое главное Контрить вражеские легкие танки Которые гораздо быстрее Часто имеют лучший обзор И маскировку На нашей облегченочке Еще та сложнейшая задача Исходя из этого Многим проще на этом танке Играть СТху За счет скорости Занимать какие-то важные позиции И пытаться играть на урон Но как показывает практика Задача эта тоже непростая Ведь у вас урон Всего лишь 250 единиц Для базового голдова снаряда 330 для фугаса А ваша пушка в стоке Получила время перезарядки 6,6 секунд Что позволяет вам Делать 9,09 выстрела в минуту И ДПМ 2272 единицы Добавьте еще Типичное для легкого танка Невысокое бронепробитие Базовым снарядом 208 единиц Голдой 235 И фугасом 50 Поэтому нагибать С первых минут на урон На этом танке И получится далеко не у каждого Вам придется часто Балансировать Где-то светить Где-то стрелять И с учетом Ограниченных возможностей Вашего танка Лучше всего Принимать вражеские ЛТХи А не контрить их Подъехав безопасно близко Дождаться когда они Засветятся Стараться вместе С союзными силами По-быстренькому их Отстрелять И слить И уже когда На вашем фланге Не будет ЛТХ У вас достаточно Неплохо Развяжутся руки И вы сможете И светить И стрелять Используйте Свою скорость Для того чтобы Выбирать Комфортную Для вас цель Твердых Обходим с бортины Рубковых Кружим Ну а на средние танки По возможности В соло Стараемся не лезть Как показывает практика Подобный геймплей Зайдет не каждому После Т54 Хочется играть На Абле Типичную СТшку Но вы замечаете Сразу меньше Запас прочности И отсутствие брони Плюс вы постоянно Проигрываете По размену И вам не хватает ДПМа Играть же Светляка На этом танке Тоже не самая Лучшая идея Зависит от боя Карты И конечно же Сетапов Поэтому мнение О Т54 Облегченным Очень сильно Разделилось Кому то танк Нравится А кому то нет Напишите Ваше мнение Об этом танке В комментариях Как бы то ни было Меня например Очень сильно Напрягает Что из всей ветки Этот танк Очень сильно Меняется По геймплею Ведь начиная С низких уровней До десяточки За исключением Нашего девятого уровня Ветка Т100ЛТ Имеет более-менее Одинаковый геймплей А наша обла Сюда не особо Вписывается И в моей ситуации Мне это было Не особо по нраву Я кайфовал От всех танков А вот обла Конечно же Проходилась Так себе Хотя Несмотря на свою игру Отметочки Я на ней добил Что касаемо Остальных характеристик Нашей пушки Время сведения 2.2 секунды Разброс 0.42 Данный танк Не ближе Точностью А с учетом того Что вам частенько Придется еще Стрелять на ходу То средние дистанции В данной ситуации Для вас Оптимальный вариант Что касаемо Остальных характеристик Нашей пушки То время сведения 2.2 секунды Разброс 0.42 Как вы видите Снайпером данный танк Не назовешь Типичная пушка Для средних дистанций А с учетом того Что вам еще Частенько Придется стрелять На ходу Промахиваться И пробивать Эта пушка Периодически будет Еще больше На этой пушке Вас будут накалять Углы вертикальной наводки Угол склонения Минус 5 Угол возрушения Плюс 17 Даже если вы Кружите Без защитного Соперника Не сближайтесь С ним очень близко Особенно если он стоит На перекопанных Рельефах В самый ответственный Момент Когда вам надо будет Совершить выстрел Вы нечаянно Сможете заехать На какую-то кочку И ваше орудие Не сможет опуститься Вы совершите Элементарный выстрел Выше врага Или попадете В верхнюю часть Его корпуса Куда не сможете Его пробить И эти драгоценные Секунды Могут сделать с вами Злую шутку Врагу кто-нибудь Поможет Из его союзников И из-за этого промаха В ангар можете уйти Вы, а не он По оборудованию На данном танке Есть несколько вариантов Все зависит От ваших тактик Я например Пытался играть На этом танке На урон Поэтому использовал Орудийный досылатель Обязательно На ЛТХ Уставим Просветленную оптику И стабилизатор Вертикальной наводки Просветленка Это обязательная Оборудочка Для легких танков В режиме Вторая мировая война Надо улучшать наш обзор Ведь у Т54 Облегченный С ним есть проблема Плюс Учитывая нашу Ненайлучшую точность И то Что мы часто Будем стрелять На ходу Обязательно Ставим стаб Ну и уже Как говорилось Досылатель Я ставлю Потому что На этом танке Часто старался Играть на урон Если же вы На этой ЛТХ Не играете На дамаг То вместо Досылателя Можно поставить Тягу Которая повысит Вашу максимальную скорость И вы сможете Играть более агрессивно Имея большие шансы Убежать от врага Или догнать кого-то Ну или же К просветленочке И стаба Ставим улучшенный камуфляж Он вам позволит Немного позже Ловить лампу И если вы будете Часто играть На прием Вражеских ЛТХ Или более осторожно В определенных ситуациях Это позволит вам Реже привлекать Внимание врагов В целом С прохождением Данного танка Я думаю Ни у кого проблем не будет Да К сожалению Сначала вы играете На типичных светляках Потом перестраиваетесь На вот это танк А потом обратно Получайте в свои руки Т-100 ЛТ Веточки Которые более присущ По геймплею На те танки Которые были До облегченки Но то что вы На облегченке Будете играть На домах Это максимально Пригодится Вам для Игры на десятке Да Хоть советский Светляк Десятого уровня Имеет не наилучшую Пушку Но играя на нем Совмещать на свет И нанесенный урон Для вашей команды Будет максимальный Профит Народ А у меня на этом все Не забывайте Подписываться на канал Прожимайте лайки И пишите комментарии Для продвижения видео Спасибо вам за поддержку До новых встреч Всем пока